Ребята привет с вами снова Марк Рыбак и видеоблог смена и тут внезапно я решил сделать выпуск о жанре ню потому что жанр очень популярный хотя я сразу вас предупреждаю что я лично не являюсь мастером в этом жанре и работал в нем очень мало и не не добился каких там высоких великих результатов просто очень многие начинающие фотографы очень срочно хотят работать именно в жанре ню и сегодня мы поговорим о том какими трудностями они столкнутся и что им нужно для этого вообще предпринять чтобы начать снимать ню так начнем с того что жанр ню очень очень сложный жанр почему потому что когда вы например снимаете классический портрет то вы во-первых концентрируетесь в основном на лице и эмоциях моделей а во-вторых одежда она вам помогает она скрывает какие-то недостатки фигуры и так далее когда же вы человека разделе одежда вам уже помочь ничем не может и даже самые идеальные самые красивые самые там накаченные тела имеют определенные свои недостатки и единственный инструмент который вам может помочь спрятать эти недостатки это свет поэтому конечно в основном обнаженку снимают либо в студии либо даже если снимают где-то на пленере или в интерьере то обязательно используют студийное освещение и нужно очень хорошо понимать как работает свет то есть как что спрятать в тени что вытащить на свет и то есть для того чтобы снимать обнаженку нужно иметь очень хорошее понимание в освещении это раз почему же многие молодые авторы срочно стремятся заняться именно обнаженкой именно жанром ню потому что во первых конечно любой эротизм он сразу дает тебе плюсы то есть он сразу дает тебе большее внимание зрителя за счет того что оперируют к его животным инстинктам это работает именно поэтому на журналах криминал у нас красуются женщины с такими большими вторичными половыми признаками да хотя казалось бы на журнале криминал откуда там взялась это барышня но тут у нас кроются тоже серьезные проблемы дело в том что для того чтобы это был эротизм они откровенная порноха автору нужно обладать определенным эстетическим вкусом поэтому если вы решили вдруг заняться этим жанром то посмотрите художников посмотрите фотограф которые в этом жанре много и успешно работали потому что если ну многие же смотрят фильмы компании brothers если вы только на этом воспитаны может получиться действительно не очень хорошо второй момент многие молодые парни фотографы думают что с помощью такого вот вида съемки они могут там новых девчонок себе затащить в кровать не буду кривить душой скажу что у меня иногда это получалось иногда не получалось но тут сейчас я вам расскажу об одном таком этическом моменте именно самого процесса съемки то есть дело в том что девушки иногда очень странно воспринимают вашу реакцию ну я не знаю как у других авторов у меня конкретно даже если мне женщина нравится даже если мне хотелось бы с ней каких-то продолжений в момент съемки я думаю о ней как о предмете съемки то есть момент съемки никогда не возбуждаюсь момент съемки я всегда думаю о свете о композиции о том как лучше с какой стороны лучше повернуть модель как направить освещение поэтому никакой эрекции в жизни у меня не может быть во время съемки и если барышня допустим мной заинтересована у нее начинает появляться такое мнение что может быть я и не совсем мужчина и на самом деле в момент съемки я действительно не мужчина момент съемки я художник это уже потом там могут быть всякие варианты и всякие нюансы следующий момент он юридический то есть найти сейчас модель для съемки ню не проблема многие молодые красивые девчонки хотя запечатлеть свое тело в этом состоянии ничего плохого в этом не вижу это абсолютно нормально и даже хорошо но смотрите они пока вот сегодня не хотят одного завтра не хотят другого и если вы там уговорили какую-то девочку на съемку обнаженки обязательно обязательно подпишите с ней модельный релиз вот модельный релиз можно взять просто на стоках то есть там есть форма модельного релиза заполняете там паспортные данные подписывайте почему это нужно сделать потому что сегодня она готова фотографироваться за фотографии и разрешать вам там не знаю публикации везде где угодно на выставках и так далее а завтра у нее заведется какой-нибудь муж из прокуратуры или еще какой-нибудь там мужик бизнесмен друг не знаю там чеченец и у вас начнутся проблемы у вас начнут подтягивать там суды например за внедрение в личную жизнь и так далее вплоть до может быть физических каких-то увечий но от этого вы спастись не можете а вот от юридических моментов вы можете себя оградить то есть подпишите этот релиз обязательно уже неоднократно были такие моменты когда девочки фотографировались потом на выставке когда их снимки демонстрировал у меня у меня лично были такие моменты причем даже был проект где я снимал ну по проекту было задумано что девчонок я фотографирую без лица это они потом начали писать что ой у меня там друг вообще не понять зачем ты другу рассказала потому что друг бы тебя никогда в жизни бы не узнал на этой фотографии тем не менее вот эти вот нюансы постоянно постоянно возникают оградите себя подпишите эту бумажку чтобы потом у вас не было этих всех проблем с судами и еще один момент я вас умоляю если вы даже сам несовершеннолетний не фотографируйте несовершеннолетних девчонок потому что разрешение на такую съемку могут дать только ее родители а там еще вопрос кто родители какие родители довольны ли они этим действием то есть подтянуть вас за шкварник вполне себе могут то есть этот вопрос очень сложный юридически если вы допустим разделе девочку несовершеннолетнюю поэтому лучше берите моделей постарше следующий вопрос опять же такой очень этический то есть в принципе когда вы начинаете человек фотографировать человек чувствует себя немного не в своей тарелке а здесь вы еще его и разделе то есть однозначно что ваша модель будет испытывать достаточно серьезный дискомфорт поэтому нужно быть очень внимательным очень как бы тактичным естественно там никаких никаких жестких приставаний к модели и вообще конечно для раскрепощения модели в таком жанре нужно много разговаривать и даже возможно я допустим я не против там использование чуть-чуть какого-то алкоголя до для того чтобы человек расслабился но естественно очень очень небольшую дозу то есть 50 грамм коньяка и не больше потому что иначе у вас появятся пьяные глаза а пьяные глаза я скажу вам они никаким фотошопом не устраняются и вообще то есть если у вас модель с пьяными глазами это все пиши пропал то есть будьте максимально тактичный потому что если вы разделе человека то человек психологически и физически от вас ничем не защищен то есть он чувствует себя в очень сильно уязвимом состоянии и тут нужно быть нужно быть крайне крайне тактично следующий момент коммерческий то есть многим молодым автором и немолодым автором кажется что на обнаженке можно неплохо заработать и это действительно так почему потому что я уже говорил о том что этот жанр оперирует к нашим животным инстинктам и поэтому наши братья рекламщики очень хорошо этим пользуются например можно там обсуждать рекламу мотоциклов автомобилей да где в общем-то съемки постоянно происходят с женщинами с какими-то очень красивыми и в общем-то вам не предлагают купить автомобиль который является набором там железных деталей до которые вместе сконструированы так что они едут вам продают не прибор вам продают уважение вам продают количество удовольствий которого вы получите если будете обладать этим предметом да и на самом деле сейчас современном обществе потребления это все очень неплохо работает это действительно очень выгодно поэтому сейчас можно например довольно часто увидеть на календаре допустим деревообрабатывающей организации полуобнаженную женщину казалось бы как это вообще рядом может находиться тем не менее тем не менее эти съемки очень востребованы но они будут востребованы только тогда когда вы действительно начнете делать это очень круто когда это будет на самом деле вот художественная съемка высшего уровня да тогда на этом действительно можно хорошо заработать вот друзья это в общем то основные мои мысли по поводу этого жанра еще раз скажу вам что я в этом жанре работал очень мало и даже скажу что первый раз когда я решил попробовать себя в жанре new я уже семь лет снимал у меня уже были выставки я уже был достаточно поставленный фотограф но этот жанр я почему-то не трогал и до сих пор я могу сказать что это не мой сильный жанр и не мой любимый жанр было несколько у меня проектов сейчас я немножко вам про них расскажу немножко покажу снимках первый проект я снимал на кладбище кораблей а когда узнал про то кладбище кораблей вот тогда я сразу почувствовал что я хочу какую-то там барышню раздеть получилось не то чтобы сильно круто но пару снимков я вам покажу потом был проект с боди артом но эти девочки как раз по выскочили все замуж и поэтому их показывать не стоит иначе они на меня все обидятся и вот был неплохой коммерческий проект с которыми заплатили это для оформления ресторана такая черно-белая съемка не без лиц но еще раз говорю что даже с этими снимками у меня потом были проблемы что девочки звонили писали рассказывали что у них там появились друзья которые против всего этого зачем это было рассказывать друзьям мне непонятно потому что ну лица то не видно вы никогда не узнаете этих людей вот так что аккуратней аккуратней с этим вопросом а сегодня с вами был марк рыбак видеоблог смена подписывайтесь на мой канал по вопросам съемок обращайтесь контакты в описании до свидания